Всем привет! В последнее время мне очень часто задают вопрос, особенно после того, как я основала свой проект Simplum. Постоянно мне приходят вопросы о том, какую нейтральную палетку лучше выбрать. То ли это Naked, то ли это LORAC, то ли это Too Faced, то ли еще какой-то вариант. И сегодня я хочу с вами постараться разобрать самые такие популярные, может немножко менее популярные палетки, все в нейтральной гамме и рассказать вам про свои фавориты и в то же время рассказать достоинства и недостатки каждой из этих палеток. И начать я хочу с конца, а именно с того, что я считаю на данный момент самой удачной, самой лучшей палеткой на сегодняшнее время. И для меня это LORAC Pro, самая обычная первая версия. Объясню почему. Потому что LORAC это настолько универсальная палетка, в ней действительно есть, ну просто абсолютно все, что может понадобиться для обычного человека в обычной жизни и даже немножко больше. Палетка замечательно подойдет как для кари-класс, так и для зеленых, так и для голубых. Наверное, для зеленых меньше всего, тут подходящих таких вот контрастных оттенков. Но в то же время в плане нейтральности, вот какой-то нейтральной гаммы, это одна из, наверное, самых удачных палеток. И в то же время, что мне еще нравится, это то, что стоит она, наверное, наиболее дешево из всех вот таких вот популярных. Потому что она стоит 42 доллара, Too Faced шоколадная палетка стоит 49 и Naked 54. Я считаю, что за 42 доллара это просто потрясающая палетка. Лично мои руки именно к ней каждый день тянутся, и вот оттенки я смотрю, что у меня уже некоторые, скоро, наверное, образуются уже дырочки, потому что я очень часто их использую. Очень удачная палетка, всего здесь один не очень такой цвет, это вот этот вот цвет шампанского, потому что в нем есть крупные блестки, которые осыпаются, а все остальные потрясающие. На любое событие, для любого какого-то макияжа, вот не прогадайте, если возьмете Лорак Про, я думаю, что она будет у вас очень долго служить верой и правдой. На втором месте лично у меня, или даже нельзя сказать, что именно на втором месте, но очень-очень близко с Лорак Про у меня шоколадная палетка Chocolate Bar от Too Faced. Потрясающая тоже палетка, я ее обожаю, наверное, настолько же сильно, может чуть-чуть меньше, чем Лорак Про. Объясню почему. В этой палетке есть просто изумительная подборка коричневых оттенков в матовой гамме. Если в Лорак Про здесь есть всего, грубо говоря, три оттенка в коричневой гамме, то есть это светлый коричневый, потом в теплой гамме темный коричневый и в холодной гамме темный коричневый. И по сути, как бы, то есть получается три оттенка. В шоколадной палетке их намного больше, там четыре, по-моему, или даже пять, раз, два, три, четыре, четыре оттенка. И вот именно в шоколадке есть тот оттенок, которого мне очень сильно не хватает в Лорак Про, это вот этот вот светлый коричневый, но в теплой гамме. Он такой, граничащий немного с оранжевым, в нем есть такая рыжинка, но он очень красиво смотрится. Вот такие вот теплые оттенки, они отлично смотрятся с какими-то цветными стрелками, например, если сделать голубую стрелку и в складку нанести вот такой вот теплый оттенок коричневого, получается очень-очень красивый дневной макияж. Он такой внеброский, но в то же время очень интересный получается. Все остальные тени тоже в палетке очень хорошие, за исключением, ну, буквально нескольких. Вот этот, например, синий, для меня он не синий, он такой какой-то грязный, непонятно что. И вот этот тоже, которая большая такая ячеечка с цветом, не сказать, что он плохого качества, качество у него нормальное, но он какой-то просто недостаточно интересный для того, чтобы занять какую-то важную позицию в этой палетке. А так, в основном все тени тоже потрясающего качества, легко тушуются, классно смотрятся. Золотой здесь один, наверное, из самых лучших, мне он нравится больше, чем в Лорак Про. И сама гамма тоже, мне кажется, что вот эта гамма, это просто идеально подходящая гамма для жгучих брюнеток. Каждый из этих цветов будет потрясающе смотреться на жгучих брюнетках. В общем-то, да, отличная тоже палетка, и если выбирать, то я бы выбрала либо одну, либо вторую, но если бы я была лимитирована в средствах, я бы выбрала Лорак Про, а если смогла бы позволить себе две, то я, собственно, две бы себе эти и купила. Давайте тоже вам быстренько сейчас расскажу про Лорак Мега Про. Тоже очень многие меня спрашивают, можно ли ее еще купить, стоит ли она того, чтобы за ней гоняться. Выглядит она вот так вот, по размеру она ровно как две стандартные Лорак. Скажу сразу, палетка потрясающая, качество теней здесь точно такое же, как и в обычной Лорак, она абсолютно никак не уступает, замечательные оттенки, хорошо подобранные, хорошо тушуются, замечательно смотрятся. Они просто хвалебные песни, я могу петь этой палетке, но сейчас она уже снята с производства, официально ее нигде не купишь, она официально продавалась только на сайте Лорак и на Амазоне. Это два единственных места, где можно было купить именно официально эту палетку. Сейчас она есть только на eBay и в среднем цена варьируется от 90 с чем-то до 100 с каким-то хвостиком, даже иногда 150-160, это вообще неадекватная цена. Но даже если мы будем говорить о ее цене 100 долларов, то мне кажется, что она не стоит того, чтобы за ней гоняться именно за такую цену. Если у вас есть в вашем личном распоряжении 100 долларов, я бы на вашем месте сейчас взяла бы Лорак первую и вторую, или же Лорак Этуфейс, вот как-то так бы, наверное, распорядилась бы этими деньгами. Но именно за это я бы не стала гоняться, потому что, хоть она мне действительно очень нравится, но мне кажется, что 100 долларов это как-то для нее слишком много. Она продавалась изначально за 59, то есть, грубо говоря, за цену там палетки Naked. И по сравнению с Naked, конечно же, это намного больше выигрывает, но вот чтобы за 100 долларов ее покупать, или даже больше, чем 100 долларов за нее платить, я бы, наверное, не рекомендовала. Палетки Naked. У меня есть две палетки, это оригинальная и вторая. У меня они уже очень-очень давно, и сейчас вот я смотрю, что на рынке настолько много вариантов нейтральных палеток, что лично для меня Naked ушли уже куда-то очень-очень далеко назад. Я не стала покупать третью Naked, потому что она абсолютно никак меня не заинтересовала и как-то выигрышно не смотрелась по сравнению с какими-то другими палетками. Я вполне могу понять, почему эти палетки сделали фурор там 3-4 года назад, но мне не совсем понятно, почему они до сих пор пользуются настолько бешеной популярностью. Да, несомненно, качество этих теней очень неплохое, они действительно пигментированные, они хорошо наносятся, хорошо тушуются, но лично вот, например, в первой палетке есть огромный минус в том, что какой бы макияж вы бы ни сделали, один от другого вряд ли будет сильно отличаться. Они настолько как-то перемешиваются в кашу, вот эти все цвета, что возьмете вы этот или вот этот, или вот этот, или вот этот, они будут на веки выглядеть очень похожи. Urban Decay, наверное, делает одни из наиболее качественных теней в сатиновой текстуре, но в то же время для меня лично эта палетка очень скучная. Мне здесь не хватает матовых оттенков, то-то всего-напсего 2, и то очень светлые они по своему оттенку, поэтому как-то слишком сильно с ними не разгонишься, и эту палетку в любом случае мне, по крайней мере, приходится чем-то дополнять. Вторая наикет выполнена более в холодной гамме, и лично на мне холодная гамма тоже смотрится не очень хорошо по сравнению с более теплой или нейтральной. И вот как там рука у меня абсолютно к этой палетке не тянется, здесь нет никаких таких уникальных цветов, которые бы я обязательно хотела бы использовать именно с этих палеток. Поэтому для меня сейчас наикет ушли куда-то на самый-самый, наверное, такой задний план. По сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, я бы, наверное, наикет в самую последнюю очередь порекомендовала бы. И сейчас я еще тоже хочу пройтись по некоторым нейтральным палеткам, которые, возможно, не настолько популярны, но в то же время заслуживают вашего внимания. Одна из них это палетка от It Cosmetics, которая называется Naturally Pretty, и она идет полностью в матовых текстурах, вот так вот она выглядит, опять-таки нейтральная гамма. Но все тени полностью матовые, из-за исключения вот этого, который идет в такой большой ячейке, он такой немножко как перламутровый. И смысл в том, что вы можете использовать любые эти тени, наносить их на века, они будут матовыми. И если вы будете покрывать их вот этим оттенком, то они станут более такими перламутровыми. В теории как бы звучит хорошо, на практике оно так не совсем получается. Тени сами по себе не совсем матовые, я не могу сказать, что это 100% матовые тени. Они имеют все равно в себе немножко такую вот шелковинку, из-за чего они очень хорошо тушуются, отлично смотрятся между собой. Но опять-таки чем эта палетка лично для меня проигрывает по сравнению с тем же Lorac, с тем же Too Faced, это тем, что она тоже немножко скучновата. Здесь тени все очень такие вот, скажем так, нейтральные для повседневного макияжа, но такие вот как бы никакие для того, чтобы сделать макияж, и он абсолютно не был броским. Вот такая палетка отлично подойдет, если у вас какой-то там сильный дресс-код на работе, и макияж не приветствуется какой-то там даже самый минимальско яркий, то вам вот эта палетка понравится, потому что тушевать эти тени буквально занимает там одну минуту, но в то же время они выглядят чуть-чуть по-разному, но все равно очень-очень нейтрально. Поэтому если вот такое описание это то, что вы ищете, то обратите внимание на вот эту палетку, или у них тоже вышла сейчас вторая серия, тоже аналогичная, только там немножко другие оттенки, тоже, по-моему, более холодной гамме. В общем-то, поэтому, да, присмотритесь, качество ее отличное, единственное, что она, ну, лично для меня немножко скучновата, и тени вот как-то между собой тоже подшевываются в что-то такое вот ничто. Для тех, у кого очень сильно ограничен бюджет, хочу вам порекомендовать вот такие вот две нейтральные палетки. Это обе от Wet n Wild, трешки теней. Первая у меня в оттенке 380B Walking on Axials. Это самая такая классическая нейтральная гамма. Здесь первый оттенок, это такой оттенок шампанского, потом бронзовый оттенок и очень светлый такой хайлайт. Потрясающее качество, очень красиво они лежат на веках, дорого смотрятся. Я бы эти тени, наверное, поставила рядом с Urban Decay, потому что, когда вы наносите эти оттенки на века, то не видно, где Urban Decay, а где Wet n Wild. Для меня они абсолютно равнозначны, и стоят они совсем недорого. И вторая палетка, которую я еще больше люблю, чем предыдущую, называется 381B Swiris Candy. Здесь я уже дотерла до дыр розовый оттенок, и это розовый, который уникальный розовый. Он не делает глаза воспалеными, а он делает действительно взгляд ваш очень ярким, белки как будто в глазах становятся еще более насыщенными, как будто такой вот учезапный взгляд появляется. Очень-очень красивый оттенок, потрясающий просто. Также здесь есть тоже бронзовый и какой-то светленький такой хайлайт. Бронзовый вот конкретно в этой палетке, он не очень хорошего качества, как-то он тяжело напирается на кисть, и не сильно его видно на веки, но в то же время, если брать, то брать эту палетку сугубо ради вот этого розового оттенка, потому что он очень уникальный. И для повседневного макияжа это именно то, что надо. Стоит эти тени абсолютно недорого, можно разориться и купить там и две, и три палетки именно из этой серии, поэтому очень-очень рекомендую. Еще одна палетка, которую я просто обожаю, это вот такая вот палетка от Faberlic, ее номер 5212. Она тоже полностью в нейтральной гамме, здесь оттенки повторяют гамму Naked 1, есть золотой, есть такой вот бронзовый, есть более темный какой-то бронзовый и есть светлый перламутровый оттенок. Качество, опять-таки, очень-очень классное. Единственное, конечно, здесь нет ни одного матового оттенка, это запеченные тени, здесь как бы не предполагается, что будет какой-то матовый оттенок. Но если у вас есть уже какой-то набор определенных матовых теней, которые вас вполне устраивают для того, чтобы растушевывать какие-то другие оттенки, то вполне можно взять вот эту, потому что тени очень-очень красиво, дорого выглядят на глазах, легко тушуются, очень интенсивно наносятся. Если наносить пальцем или влажным способом, они просто как какая-то фольга смотрятся на глазах, очень-очень качественная серия, поэтому рекомендую, тоже стоят недорого, поэтому вполне можно себе такую приобрести. И последняя палетка, которую хочу вам сегодня показать, это будут тени Флармар. Вот такая вот четверка, которая очень тоже знаменитая, и когда-то был взрыв тоже на YouTube, все покупали, все ими пользовались. Тени, опять-таки, очень бюджетные, и, если я не ошибаюсь, какая-то была очень популярная 24-я или какая-то, я уже не помню, какая это была палетка. Я ее тоже себе купила, но как-то она меня вот сильно так, что прям-то не впечатлила. Если нужна именно палетка на каждый день, для того, чтобы сделать какой-то красивый деловой макияж или макияж, там, я не знаю, ненавязчивый, может быть, там, в школу, в институт, то вот именно вот эта растяжка мне нравится больше всего. Это палетка под номером PT07. Она довольно редкая, ее мало где можно найти, потому что это не очень популярная палетка для того, чтобы ее завозить на продажу. Но в то же время, если вам попадется, вот не пожалейте денег, там, этих пару копеек, которых она стоит, потому что она очень хорошая. Здесь вот этот оттенок, который, опять-таки, я додырки дотерла, он уникальный, он настолько хорошо смотрится в складке, он настолько хорошо придает вот эту глубину нужную, но в то же время без каких-то ярких пятен. В общем-то, очень-очень классная палетка между собой, те они тоже очень хорошо сочетаются, все тоже в нейтральной гамме такой ненавязчивой. В общем-то, да, тоже советую, если вдруг попадется, обязательно себе приобретите. Ну вот и все, я разобрала с вами все самые популярные нейтральные палетки, которые у меня есть. Сейчас тоже недавно вышла вторая палетка от Too Faced, Semi Sweet Chocolate, насколько я помню, она называется. Что касается того, какую стоит выбрать эту первую или вторую, то здесь смотрите на личное предпочтение, какие цвета вам больше нравятся, потому что и в той, и в другой качество тени аналогичное. Вам просто нужно выбирать сугубо из того, какие цвета вам вот лично больше нравятся. А на этом, наверное, буду заканчивать это видео. Если вдруг какую-то палетку я не упомянула, а вы ее вот очень сильно любите, то обязательно напишите мне в комментариях, что это за палетка, мне будет интересно ее заценить, скажем так, может быть себе тоже приобрести. Если у вас есть какие-то из этих палеток, тоже обязательно напишите, согласны ли вы с моим мнением, или может быть оно отличается от моего мнения. Давайте это обсудим, жду ваших комментариев, тоже поставьте мне пальцы вверх, если вам понравилось это видео, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!